Добрый день, дорогие садоводы! Сегодня мы приветствуем вас на канале Антонов Сад. Я ведущий Евгений Селягин. И мы в гостях у Анатолия Степановича Сидоровича, кандидата сельскохозяйственных наук Малинника и по совместительству, как он говорит, большого любителя винограда. Сегодня мы поговорим о таких вещах, как подвязка винограда, шпалеры. Обо всем этом получим полную консультацию, потому что предыдущие видео на нашем канале набрали очень большое количество просмотров и было очень много вопросов именно по этим темам. Так, слово вам, Анатолий Степанович! Виноградом я занимаюсь 14 лет. За это время, начиная с двух кустов сорта «Ольга» или «Краса Севера», на виноградник у нас разросся до 140 сортов. Сейчас мы, наверное, начнем разговор сначала о шпалерах. То, что, как говорится, постоянно, никуда не трогается, вот оно все на месте, шпалеры. Делается, естественно, из труб. Трубы любые. Ну, как говорится, у кого, насколько, как говорится, сберегательная книжка позволяет и так далее. И что под рукой. Да, вот именно, и что под рукой. Вот, свариваются, это труба и перекладины. Через 50 сантиметров, 4 перекладины, потому что через 50 сантиметров надо обязательно пробрасывать проволоку или там шнур или что-то. Мы все это сейчас, все это сейчас посмотрим. Эх, лет красное, никуда без комаров. Ни на рыбалку, ни на шашлыки, ни в сад. Хорошо, что есть с кремлютония. Хватает до 5 часов действия. Кремлютония не укусят комары. Вот это классическая шпалера. Вот одна из классических шпалер. Это вот крестообразная шпалера с однорядным расположением кустов в середине. Вот проволоки располагаются, проволока располагается вот по сторонам. Одна, вторая, третья, четвертая. Четыре проволоки, ну, примерно. Не хватает одной. Вон, мы пробросили полевой кабель. Вот он. Это вот сюда она будет идти. Не хватает. Все же метод 2,10 примерно шпалера должна быть. Чем она неудобна, эта шпалера? Хотя она очень распространена везде. И вот у нас промежуточные столбы стоят. Вот видите, вон они, промежуточные. И залезть в нее, как говорится, вовнутрь очень трудно. Поэтому ее, ну, все равно мы исхищряемся, залазим туда, работаем. Надо убрать пасынки, надо убрать лишние побеги, нормировку сделать и так далее. Вот. Она вот такая вот, более усложненная, усложненная. Ну, это старая добрая шпалера. Вот она, вот видите ее, она сделана как? Просто труба и перемычки. Перемычки через 50 сантиметров. Кое-где там мы экспериментировали побольше. Вот. Ну, вот именно вот эта крестовая шпалера. Вот. Чтобы, ну, облегчить труд, да? Ну, и все равно у нас надо разваливать на две части побег, то есть куст. На одну сторону и вот на другую сторону. Видите, вот здесь. На одну и на другую сторону. Это, получается, двухполоскостные шпалеры. Вот они, две плоскости. Один ряд и две плоскости. Вот она, другая шпалера. Это V-образная или, как мы называем, U-образная. U-образная шпалера. Вот. Вот это вот гораздо удобнее. Мы ее сделали уже повыше. Последняя проволока, вот, раз, два, три, четыре, пять, даже шесть. Но нижней мы не считаем. Вот. У нас пять рядов проволоки. Надо, чтобы рука доставала. Ну, это, как говорится, я уже привык так. Может, достаточно вот такое. Но все равно надо побег, надо побег. Чтобы был не меньше 21, 20, 22 почки. Вот они примерно вот на этой высоте. Вот эти побеги вырастают, молодые. Вот эти молодые побеги вырастают. Вот эти вот побеги. Они вырастают. Вот их мы и подвязываем. Вот это U-образная шпалера. Вот они две у меня. Они у меня телескопические. То есть забитые трубы большего диаметра поставлены. И входят вот именно эти секции. У них вот в эти трубы. Мы их снимаем. На зиму вот эту вот середину мы снимаем. Концевики остаются. Вот в таком виде. Вот. Вот в таком виде. Ну, не у всех же столько, например, винограда. У меня вот 25 метров. 20 метров. 20 метров. Каждый ряд. Или, как говорится, каждая траншея. Вот 20 метров. Ну, вот ставится у нас три промежуточных опоры. Модификации есть разные. Есть именно наклонная шпалера. Вот она идет. Или Г-образная. Г-образная шпалера. Вот. Идет сюда. Потом идет сюда. Потом свешивается. Без подрезки. Без ничего. Как он растет. Вольная воля. Вот. И так он растет. Это следующий вид шпалеры. Оно, как говорится, спонтанно получилось. Вот у нас она деревянная получилась. Вот. Потому что не было. Потом железа. Очень много надо. И так далее. Ну, вот мы из дерева сделали. Сделали эту шпалеру. Здесь стойки. Стойки сделаны из 20 трубы. Вот. Загнаны. Она 80 сантиметров. Загнаны. И просверлены. И прикручены уже опоры. Вот именно бруски. 50-е бруски. Вот. Но ничего стоит нормально. Ну, некоторые... Конечно, надо связать ее и так далее. Ну, вот она служит. Что маленько неудобно. Естественно, подвязка... Вот приходится с этим шпагатом подвязывать. Или там... Как вот задают вопрос, можно леской там и так далее. Ну, мы об этом скажем. Ну, желательно вон шпагат. Это самое удобное. Леска это дороговато все же. Вот. Вот это применяется. Вот там мы применили. Ну, и не только мы. При посадке двухленточной. Или, как говорится, двухрядной посадки. То есть, вот она... У нас траншея. С одной стороны посадка и с другой. Можно эту посадку делать в шахматном порядке. Можно зеркальное. Вот мне здесь зеркальное. Сейчас сюда тоже подойдем. Вот. Здесь шахматном порядке через два метра. Я практиковал разные расстояния посадки. Начиналось два с половиной метра. Потом два. Потом полтора. Там сейчас два с половиной, которую выкорчевал, там поделил. Метра восемьдесят пять. То есть, трудно. Но меньше двух метров нежелательно это делать. Самый лучший вариант все же два метра. Средний. Средний. А лучший вариант это, вы знаете, можно получать, например, десять метров дал кусту. Десять метров волю, да. Он и сто пятьдесят килограмм один даст. Представляете? Здесь все зависит от площади питания. На юге практикуется побольше все же расстояние. Вот. И два, и три с половиной метра. То есть, но у нас все же два метра. Два метра друг от друга. Это способ посадки. Вот. Это способ посадки. Вот способ удержания побегов. Виноград надо удерживать. Без удержания. Это будет вот шпалера, которая мы стояли, крестообразная. Вот. Оставьте, да. Он даст урожай. Урожай он даст. Но. Все это там сгниет и так далее. Побеги все полезут, поползут и так далее. Это лиана. Ей надо опора. Вот она, например, в Приморье у нас очень много сортов таких вот технических у нас пошло из Приморья, с Дальнего Востока. Вот. И отбор шел именно в тайге. Они вот лезут и лезут именно к верхушке. Там, где свет. Вот свет. И крону располагают там. А здесь у них рукав, например, 25 метров. Вот она, 25 метров. У них рукав. Вот по этому рукаву идет питание. И все равно идет оттуда, сверху. То есть, надо опора. Вот. Вот один из видов. Здесь мы сделали ее наклонно. Почему? Света больше принимает лист. Вот именно когда раскрыта крона. Вот она раскрыта. Это удобнее. Удобнее. Но с другой стороны, вот мы такая вот. Первая опора у нас, ветровая такая нагрузка была, сломала ее. Шпалера вот эта. Ну, пусть она будет экспериментальная. Но это меня молодежь, молодежь, как говорится, заставила. Зять, да, сын. Вот. Эта шпалера самая дорогая. Здесь, представляете, керамогранитные плиты стоят вот в траншеи. Вот. То есть, на самом деле, никуда не сдаться. Все это, как говорится, в обечайке, в этих уголках и так далее. Стойки, вот. Крыша. Задумана была она. Все же сделать, как тепличку. Но сейчас до сих пор не получается. Вот здесь вот именно наклонная сразу сделана, как там. Двухрядная. И одна плоскостная шпалера. Но здесь совсем молодая у меня посадка. Вот. Это только второй год. Вот она дает ягоду. Выкопана она на метр тридцать. Траншея. Метр тридцать. Уложена, естественно, щебень. Десять сантиметров. Вот, примерно, где-то сороковка. Само фракция. Вот. Дальше. 25 сантиметров натоптан хорошо этот перегной с удобрениями. Перед перегной положили рваный орголит, чтобы не заплывал сразу он перегной. И здесь же положили отопление. То есть здесь вот, здесь проложен шланг на случай отопления. Но мы его никак даже не могли подсоединить. Отопление это хорошо, когда есть теплица. Потому что виноград мощно начинает развиваться, когда есть тепло корням. Вот тогда. Ну вот, примерно. Здесь и воздушное, как говорится, отопление проброшено. То есть она такая вот экспериментальная. И вот мы ее уже третий год никак не можем доделать. Потому что нам надо стены. То ли задвижные с этого укрытого материала. То ли на самом деле поликарбонатом закрыть и не париться. Здесь будет настоящая теплица. В теплице, конечно, все быстрее. И все созревает лучше. Главное, в теплице даже у нас не весна, а вот осень. Мы заканчиваем все работы в конце сентября. А в теплице заканчиваются работы в конце октября. То есть месяц это как минимум. И там все созревает, и набирает, и крупность больше, и так далее. Но это преимущество теплиц есть. Если у нас, как говорится, на юге, если в теплице загоняют виноград, чтобы именно вырастить настоящий товарный, то в Сибири, наверное, тем более надо это делать. Так что вот эта шпалера, она хоть экспериментальна. Здесь посажены все крупноплодные сорта. Все вот такие вот крупные сорта. Они более поздние. Но мы стараемся, что-то будем придумывать, чтобы хотя бы перекрывать осенью. Ронять и перекрывать, дозаривать те сорта, которые не будут созревать. Ну вот крыша эта, это крыша, ну просто крыша. Но она спасает от болезни. Дочь вызывает обязательно мельдию. Мельдию аидиум, особенно мельдию. Вот есть такое заболевание, грибковое заболевание. Вот, это ложномучнистая роса называется. Споры носятся в воздухе, но в основном на земле. Она падает, и споры подскакивают, они почти невесомые же споры. И оказывается на внутренней стороне листа. И начинает прорастать. Вот именно это грибковое заболевание мельдию, которое у нас появилось в 2013 году. Это очень серьезно. Вот, в 2017 году у меня тоже сильно вспышка была. То есть эта крыша спасает. Но это не говорит о том, что она вот прямо здесь вот сейчас нужна. Это тепличный вариант. Еще один способ, как говорится, удержания побегов, это фасадная формировка. Ну, то есть на фасад, фасад дома. Здесь мы вот пробросили проволоку, вот она проволока, по которым, ну, собственно, виноград и ползет вверх. Вот, это как шпалерная, та же шпалерная проволока, как вот там, да, здесь тоже. И впускаем лозы, вот видно, по этой проволоке вверх. Вот. В прошлом году у меня вон до тех крючков они достали. Красиво, да? На фасаде. Красиво. Именно вот, именно фасадная формировка, это для красоты. Для красоты. Но он еще и плодоносит, ко всем прочему. Все вот здесь вот, в пределах, в пределах вот такой ширины здесь висят грозди. Вот еще очень распространенная формировка, на западе, на юге и так далее, это беседочная, беседочная формировка. Вот, например, ну вот заезжают там на усадьбу или к дому, заезжают на машине, да, а сверху, как говорится, вот полок из винограда, виноград висит и так далее. Дальше, да, дальше. То же самое, то же самое, даже в это, в теплицах, именно вот формируют, формируют, как говорится, сетки, сетки, и сверху, сверху пропускают, пропускают лозы. Вот. И они развиваются, и ягоды внизу уже через сетку свешиваются, свешиваются вниз. Вот здесь мы уже пытаемся, ну, как говорится, как не хватает, не хватает мощи. Вот здесь вот, вот беседку мы задумали, вот с сыном. Вот беседка, вот она будет, вот такая вот беседка. Посажено 6 сортов. Вот 6 сортов, уже третий год пошел. Вот три сорта с одной, три сорта с другой стороны. И посредине, посредине один. Ну, то есть, все это будет выглядеть, как говорится, это вот именно классическая беседка. Она будет виноград, виноград идти, виноград идти, а через 50 сантиметров, через 50 сантиметров, будет крыша из поликарбоната, точно такая же, как вот там, вот сейчас мы показывали, вот железная, вот с крышей. Вот, для чего? Это от болезни, вот именно защитить растения от болезни. Надо, чтобы этот поликарбонат на зиму сняли, взяли-сняли, и снег здесь будет лежать. Здесь будет точно так же эти короба, вот из сэндвич-панели. Ну, то есть, вот именно классическая беседка. Беседка. Грозди будут свешиваться сверху. Ну, и красиво, эстетично, ну, и неплохо, как говорится, все это будет выглядеть. Сегодня мы поговорили о видах шпалер. Огромное спасибо за столь ценные советы, опыт, за то, что уделили время. До новых встреч на канале Антонов Сад. Спасибо, до встречи на канале Антонов Сад. Антонов Сад.